У нас сегодня второй день в Москве. Мы на ВДНХ приехали. И тут прям зима-зима. Сугробы, снегопад. Собственно, как и вчера. Но чуть потеплее. Не такой сильный ветер. Если будет что-то интересное, попробуем вам заснять. Мы пришли в музей космонавтики. Я не понимаю, что и здесь что. Но что-то попробую заснять. Кого-то может укачивать, но я не специально, честно. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ух ты. Она двигается. Указатели какие-то. Вот что это. Что? Это деяние Королёва. Вольтовой шляпе главного конструктора Королёва. Прикольно. Вон ракет состроил. Глянь, какая инсталляция красивая. Космонавты, как бы планеты. А это, глянь, крутится. Дюмэшар. Ого. Субтитры делал DimaTorzok 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 Пожалуйста, имейте в виду, что аттракцион может ненадолго остановиться, чтобы маломобильные гости могли безопасно сесть в кабину. Желаем вам прекрасного полета. Что тут можно сесть? Что Дима? Что Дима и сделал. Вообще вот такая вот кабинка у нас, обычный пол непрозрачный. Ну тут, конечно, мало что будет видно, но сейчас быструю съемку поставим. Да, только, к сожалению, ничего не видно. Все сниму. Какие-то силуэты, конечно, рассказывают, но так как-то не очень. Мам, тебе, наверное, было бы тут очень страшно. Я разосмотрела фильмы, где чуваки забрали сомневаться на колесо обозрения и снимали целую неделю и сняли. Спасибо, Дим, не стоит мне дальше рассказывать. В общем, видимость не очень. Попробую вам потом начнется отрезок, когда мы будем на самой высшей точке. В машинке. Ну, собственно, мы почти на самом верху. Вдаль не видно ни черго. Можно только смотреть вниз. Вот такой вот вид. Вот, видите, мы почти на верху. Скоро на их месте будем. Вот там вон, Анстанкинская башня. И, собственно, это все, что видно. Ну, только землю. Вот, практически на самом верху. Ну, в принципе, красиво. Но за погодой мы не видим дали. Мы видим только вот, что ближе к нам. Точнее, к лесу. Можно последить за другими людьми. Так что как-то вот так. Ой. Мы пришли в океанариум. Вот тут вот так вот водичка падает. Красиво. А тут вот рыбки плавают. Это вот на самом-самом уровне. Билет с человека полторы тысячи. Это карпы. Вот вход. Пойдем. Это же скаты, да? Привет. Глянь, ты ему понравился. Ой. Ничего себе. Ой, Глянь, какая-то рыба непонятная. Смотри на верх. Тоже скаты. А она с живами? Да. Это, по-моему, и машин, который надувается. Да, Света. Это экспозиция гиганта пресных вод. Ой, плохо, очень видно. А вот и пресных вод. Щука. Или осетр. Может быть, осетр будет. Да, осетр будет. Линь еще есть. Вот это вот. Осетр ушел. А вот красный фон. А вот это линь. Как он прикольно живет все. К ним люди приходят, они на людей смотрят. Вот, смотри, там еще кто-то. А тут камбала, жубатка и пинагор, если я правильно их произношу. Есть камбала, которые постоянно саморозки продают. Да, да. Где она? Я ее не вижу даже. А, вон она, сныкалась. Вон она. Зуба, не полоса. А вот это сборка, потому что здесь. Во. Это вон та рыба с крайне красивой мордой. Постоянно мордой отрезают. Смотри, морская звезда. А это, кляния, настоящая. Тут где-то треска. Ой, какие-то, вот они настоящие. Смотри, не видно, но этот динозаврик или кто-то. А вот куда она там уплывает? То есть там еще что-то есть? Наверное, апартамент святого. Тоже, где плезе? Немного. Немного. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Вот это у них день сурка. А тут порты трения, ангаси, курами и щука, достаточно большие рыбки. Смотри, это когда девушка перекачала губы. Ой, какая ты симпатяшка. Туда она как будто сверху ногами плывет, да? Углаза большой. Ага. Глянь где у него глаза и прыщ какой-то. А где спрятаны? Спят. Ага, тут осьминожки и звездочки. А вот что это? Не осьминожка вон там? Нет. Ну осьминоги не все любят прятаться, но он только щупает. Вон звезды. Осьминоги не все любят. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok Делают массажи Добавил субтитры DimaTorzok 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 Так что, да, пишите, конечно, пусть будет интерактив. Кроме того, для животных очень важно поддержание умственной активности. То есть, чтобы им не было скучно. Все, наверное, слышали выражение, вот как тигра в пленке. Но это про животных, которые максимально скучны, они не знают, чем себя занять. Вот мы всегда знаем, чем занять животных. Мы придумываем на них новые игры, новые задачи. И даже какие-то банальные действия, которые хорошо им знакомы, всегда стараемся предложить, ну, вот подать как-то по-другому. Например, ну, тот же самый, вот, поцелуй, который мы часто видели. Его ведь можно сделать и под водой, и на суше. И одна нерпа в воде, другая на суше. И между нервами из соседних пар, как мы тоже видели. То есть, как можно больше разнообразия каждый раз приносит занятия. Потому что животные все время думают, все время активны. И такие тренировки для них очень полезны. Кто уже понял, как именно тренер объясняет животным, что нужно делать? Жестными, да, действительно. Но нерпы нас и видят хорошо, поэтому мы можем использовать жесты и слышат хорошо. Поэтому мы используем не только жестовые команды, но и голосовые тоже. Поэтому все-таки в приоритете жест, но обратите внимание, триггеры все время что-то говорят. Это и голосовые команды, и сигнал, который мы используем во время работы, когда мы объясняем животному, что он делает что-то правильно. И, кстати говоря, просто какая-то болтовня, потому что у них хороший слух, и когда ты все время что-то говоришь, говоришь, до них это приятный эмоциональный фон. Они его вспоминают, и потом, если вдруг в какой-то ситуации нужно животных успокоить, или как-то снять в мире, он просто с ними болтается, и они на это очень здорово откликаются и реагивают. Хотя сами нервы звуков практически не издают. Это довольно молчаливые животные, они флыкают, и иногда тихонечко пищат. Ну, вот, пожалуй, и все. Так они очень молчаливые. Неверно обратили внимание, да, что многие элементы выполняются синхронно. Тут, кстати, еще один интересный момент. Если заметили, все животные были под водой, а жестовую команду тренер давала над водой. Мы с вами, когда из воды вверх смотрим, мы в общем случае видим там чуть-чуть собнышко, силуэты, и все. Они видят очень хорошо. Вот эти вот этот жест пошли голова. Это жест ворчи. То же самое они могут сделать и под водой. И вот эти жесты похожи и так пальчиками, и вот так пальчиками. Очень похожи. И тем не менее, даже из-под воды, даже из большой груды, они различают и безошибочно выполняют эту команду. У каждого животного свой рацион. И вот здесь тоже очень интересный момент. Тренеру сейчас нужно накормить животных. Это не дрессировка. Когда заканчивается обучение, всю рыбу, которая была приготовлена, мы обязательно отдаем. Поэтому она сейчас проверяла контейнеры, чтобы каждому животному полностью достался весь патрацион, который запланировал. Сейчас для животных тренировка закончилась, но для нас с вами наступает еще один очень важный и интересный момент. Потому что одно дело, как животные ведут себя на тренировке. Мы все время занимаем их и занимаем их. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Непонятно, кто крутится, но дело в том, что видите, я паспорта не трогаю. То есть мы как-то передвигаемся по Москве. Мы заказали кофе, водичку, было пирожное. Сумы тут такие, знатные. Тысячу рублей сейчас дадим. А видите, я телефон не двигаю. А мы и так крутимся. Нет, мы, наверное, стоим все-таки на месте. А вот купол крутится, да? Купол стоит на месте, он по полной степени. Ну просто, вот как я смотрела на дорогу, так я и смотрю на дорогу. Нет, я на этом и крутится. Короче, я не знаю, кто крутится, но эта штука крутится. Дnor, ну просто крутится. Купол, ну все-таки крутится. Тусполь ィ stock Стрига Мильяков Лебед Чичко Мильяков Паппарат Стрига и Б cá Субтитры создавал DimaTorzok